Здравствуйте, Григорий Семенович. Республика Беларусь давно включилась в работу Шанхайской организации сотрудничества. С 2010 года Минск занимает активную позицию как наблюдатель, а в ближайшее время станет полноправным участником организации. Какие перспективы для нас открывает вхождение Беларуси в ШОС, а какие для самой организации? Ну, знаете, прежде всего я бы хотел и вас лично, и всех белорусских наших партнеров поздравить с тем, что на саммите в Нью-Дейле 4 июля был подписан меморандум об обязательствах Республики Беларусь в связи с получением статуса государства члена ШОС. Ну, иначе говоря, процесс присоединения Беларуси к ШОС в статусе полноправного члена вышел на финишную прямую. Я не сомневаюсь, что в Минске все соответствующие процедуры будут осуществлены максимально оперативно. Ну, и замечу также, что перед зданием секретариата ШОС в Пекине уже зарезервирован флагшток для государственного флага Республики Беларусь. Вообще, ваша страна в этом плане является, так сказать, образцовый пример, когда, начав со статуса диалогового партнера ШОС, затем вы поднялись до наблюдателя и, пробыв в статусе наблюдателя достаточно долгое время, поняли, сделали вывод о том, что членство в ШОС отвечает коренным национальным интересам Беларуси. Многие западные политики и эксперты любят сравнивать ШОС и НАТО. Почему не стоит сопоставлять эти организации? Все подобные, ну, с позволения сказать, экспертные выкладки базируются либо на полной некомпетентности, либо на откровенном политическом заказе. Ну, проведение какой-либо параллели между ШОС и НАТО является абсолютно некорректным и неправомощным. Это структуры, деметрально противоположные по своей природе. НАТО – это военный блок, обладающий всеми соответствующими атрибутами, наднациональными командными структурами, объединенными воинскими контингентами и прочее. Ничего подобного в ШОС нет и быть не может. И даже если в рамках ШОС работает совещание министров обороны, проводится совместное учение, но можно нетрудно заметить, что все они носят исключительно антитеррористическую направленность. Чтобы в этом убедиться, достаточно взглядывать на их сценарий. И на высшем уровне раз за разом подтверждается, что ШОС не направлена против других государств и международных организаций. Она открыта для широкого сотрудничества с ними в соответствии с целями и принципами ГАРТИШОС, устава ООН, международного права на основе учета взаимных интересов и озабоченностей. Особое внимание на недавнем саммите организации уделялось противодействию цифровым угрозам. Почему работа в этом направлении играет важную роль для ШОС? Ну, вы правы. Надо сказать, что обеспечение международной информационной безопасности – это один из ключевых приоритетов в повестке дня ШОС. Он фигурирует уже буквально с 2006 года. Даркнет освоили международные наркобороны, незаконные торговцы оружием, современные работорговцы. С помощью интернет-сети в террористические и сепаратистские организации, экстремистские формирования вербуются молодежь. Социальные сети активно используются для расшатывания социально-политической обстановки неугодных стран. Именно информационные технологии сыграли не последнюю роль в организации так называемых цветных революций. Эти негативные процессы, вынужден сказать, не обошли стороной и секретари от ШОС. И наш аккаунт в сети Twitter был заблокирован через месяц после открытия. Стоит отметить, что, к сожалению, на сегодняшний день пространство ШОС относится к региону с высоким уровнем подверженности киберугрозам и самым низким уровнем киберзащищенности в мире. Особенную озабоченность вызывает роль цифровых технологий в качестве инструмента кибервоин. И если раньше страны концентрировались на разработке различных видов оружия, в том числе ядерного, для укрепления своих позиций, то в настоящее время все больше государств переключается на совершенствование информационно-коммуникационных технологий как основного инструмента интернет-противостояния. Коллективный Запад продолжает набрасывать санкционные удавки, чтобы диктовать свои правила игры. Может ли ШОС работать без оглядки на Запад? Ведь потенциал есть. Пожалуй, я с вами соглашусь. Хочу подчеркнуть, что эта работа ведется достаточно успешно. Свидетельно, почему является устойчивый рост товарооборота между государственными членами. И важным фактором в данном контексте является последовательное расширение государственными членами практики взаимных расчетов в национальных валютах. Изучается идея банка развития ШОС, открытие специального счета ШОС и так далее. Все это призвано придать новую динамику торгово-экономическому инвестиционному сотрудничеству в рамках организации. И что обеспечить экономическую стабильность на ее пространстве и экономический подъем государственных членов. Продолжение следует...